Приветствую всех на своем канале друзья! Помните мой макет МП5 из игры Сталкер? В сегодняшнем выпуске этого красавца ждет небольшая переделка. Кто не видел крафт данного изделия, можете перейти по подсказочке вверху и посмотреть. Всем приятного просмотра! Погнали! Прежде всего необходимо переделать мушку. А чтобы ее переделать, сначала сточим старую. Теперь можно устанавливать новую мушку, но сначала мы уберем старый слой краски, потому что нам предстоит ее перекрашивать. Вы меня об этом просили, заказчик этого изделия меня об этом просил, так давайте это сделаем. Ну вот и все, давайте заниматься мушкой друзья! В качестве мушки я решил взять вот этот наконечник от пасты. Единственное, что наиболее похоже на реальную мушку МП5. Сейчас надо просверлить отверстие под нее, затем вставить и приклеить. Сейчас отрежем ненужное. Давайте примерим. Ну вот, сидит неплохо. Теперь погнали приклеивать. Сейчас установим мушку на свое место при помощи суперклея, потом можно будет красить нашу МП5. Перекрашивать магазины самой МП5 будем с помощью вот такой полуматовой черной краски Vivido. Ждем когда высохнет, переворачиваем и наносим второй слой. А пока займемся антабками, о которых меня также просил покупатель. При помощи керна делаем отметки на нарисованных основах антабок, после чего просверливаем отверстие. Металл, из которого будут изготовлены основы, это обычная тонкая оцинковка. Ножницами по металлу вырезаем заготовки. Одна будет иметь форму круга, а вторая прямоугольника, но с закругленными боковыми сторонами. После вырезания советую пройтись по заготовкам наждачной бумагой или напильником. Итак, ребята, основания антабок готовы и кольца я тоже сделал. Давайте я вам их покажу. Вот кольца, вот основания. Сейчас надо будет придавать основаниям формы по кольцам. Зажимаем кольца в тисках и по ним гнем основы, тем самым придавая нужные формы вот таким образом. Затем края основ необходимо выгнуть между тисков, чтобы получилось то, что вы наблюдаете сейчас на картинке. Кто-то сейчас может сказать, что крепления для ремня совсем не похожи на оригинал, и лучше бы я их вообще не делал. Ребят, я постарался всё сделать надёжным и в то же время простым. Оригинальные крепления изготовить намного труднее. После того, как всё готово, красим составляющие антабок и крепёрные саморезы чёрной аэрозолью. Настало время устанавливать антабки на гадилку. Берём основание, прикладываем к цевью, намечаем точки, в которые будем сверлить, и просверливаем отверстие. Теперь берём основание, прикладываем к кольцу. И закручиваем соединительные саморезы. Вот, друзья, смотрите, как получилось. Теперь нужно сделать также вторую. Субтитры подогнал «Симон» Осталось сделать обозначение положений переводчика режимов огня. Они бывают разные, но конкретно у нашей модели выглядит вот так. Данное обозначение я буду рисовать серебряной и красной гелевой ручкой. Но тут надо понимать, что гельки сохнут очень долго, примерно неделю, и до истечения положенного срока будут легко стираться от любого неосторожного касания. У предохранителя MP5 всего три положения, и каждая обозначается определённой буквой или цифрой. В моём случае это «С», «Е» и «Ф». Долго искал, как расшифровывается, но ничего не нашёл. Кто знает расшифровку этих букв, обязательно пишите в комменты. Друзья, ну вот так вот мы преобразили нашу гадюку. Ну как она вам? Обязательно пишите в комментариях, какая версия гадюки вам больше нравится. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok